здравствуйте дорогие наши милые любимые зрители друзья подписчики христос воскресе это видео мы не планировали собственно говоря возвращались из белфаста и вот решили остановиться в этом парке с рафаилом даже не брали с собой микрофон надеюсь что меня слышно и очень захотелось поделиться с вами нашими пасхальными мыслями размышлениями ощущениями в этом году вот буквально два дня назад вы смотрели наше видео она вышла в великую субботу о том как наши девчонки эмилия и рут делали творожную пасху в этом году да конечно пасха это радость радость и молитвенная и евангельская и конечно кулинарная там мы разговариваемся после поста но к сожалению в этом году многие и наша семья не исключение переживали трудные состояния во время пасхи трудные мысли и ощущения приходили в голову наша семья тоже сейчас проходит через довольно тяжелые испытания я не буду делиться обо всем знают подписчики утреннего кофе многие из вас тоже сейчас проходит очень тяжелые испытания у кого-то война у кого-то может быть тяжело болеют родные и близкие или дети кто-то не понимает что происходит с церковью что происходит со страной что происходит с жизнью вообще вокруг очень много православных людей сейчас находится в раздрае в политических каких-то спорах раздорах в церковной нестабильности да это не только в украине происходит где церковь московской патриархии разделилась до теперь большая часть под покровом владыки ануфрии находится тоже как бы подгонением фактически церковь поведение часто епископов священников вызывает у нас смущение боль слезы и и вдруг пасха пасха вот буквально как снег на голову да и и и и что как и я хочу поделиться с вами удивительными такими размышлениями которые произошли со мной вот именно произошли со мной размышления пасхальную ночь мы отправились на пасху в этом году в наван в приход украинской православной церкви вот которая как раз по домофорам владыки ануфрия потому что наши дети имели и руту просили нас поехать именно туда а мы думали пойти в другие храмы была возможность поехать можно пожалуйста туда но вот почему именно туда дети мамочка там так тепло давай поедем вот украинскую церковь ну хорошо поехали туда учитывая что в великий четверг мы пели литургию а у отца георгия до в белфасте в пятницу мы пели все службы тоже и чин погребения с вечерней утреннюю великой субботы в субботу мы пели еще утренню великой субботы литургию вернее великой субботы тоже отца гриба георгия мы очень любим наш приход в неуре и белфасте от московской патриархии куда мы ходим но тут вот на пасху у нас не было своей службы и дети вот не грекам никуда не хотим хотим вот в наван в украинский приход ну хорошо приехали мы и вот представьте себе прошел уже крестный ход мы все естественно шли вместе со всеми со свечами народу было достаточно много но вполне хорошо храм как-то всех вместил не было ни душно ни тесно и вот уже началась полуночница началась утренняя и литургия и я стою и и я вдруг осознаю что радости у меня нет никакой я начинаю смотреть вокруг на людей и я вижу что люди подпевают даже хору и вроде бы стоят но у каждого на лице своя тяжелая дума кто-то находится вдали от своих родных у кого-то родные на фронте кто-то просто скучает по своему приходу по своей родной деревне или городу да и в общем то ни одной мне тяжело короче говоря многим даже намного тяжелее и вот я стою и не начинают просто такая знаете паника начинает подниматься как так пасха ты должна радоваться несмотря ни на что ни на какие тяжелые процессы нужно ощутить радость воскресения христова к этому шли весь пост и тут вдруг я думаю так стоп радость не приходит по твоему желанию да мы не в театре я просто стала повторять за хором наизусть знаю естественно службу мысленно и подпевала иногда немножко просто стала слушать службу проходит еще время вот уже скоро причастие я чувствую что говорю господи для меня ты не воскрес что мне делать вот представьте себе такие мысли и тут как раз отец стефан говорит отец стефан что сейчас будет исповедь и выстраивайтесь в очередь перед причастием и выходит женщина из хора такая в красной кофте в белом платке и начинает чтобы все хором пели христос воскресе все начинают петь и поют и поют проходит пять минут десять и мили мне спрошит мам а мы чё так все исповедь будем петь вот это же примерно час будет продолжать я говорю доченька и тут я бы знаешь что давай будем просто подпевать давай петь вместе со всеми ну давайте и дети сперва так фыркнули немножко ну потому что утомительно тропарь петь час до 45 минут потом слышу поют поют я тоже начала подпевать а женщина это неутомимое мужчины вас не слышно женщины все включайтесь и у нее такая радость что это радость стала передаваться всем нам и вдруг меня освещает мысль зачем мы столько раз поем христос воскресе потому что до нашего сознания должно дойти что он воскрес мы будем петь до тех пор сказала себе пока ты не поверишь в то что он воскрес несмотря на все ужасы которые происходят в твоей жизни в жизни всех этих людей я оглянулась и увидел что похожие мысли похоже проскользнули у многих в глазах и люди все более воодушевленно стали подключаться и наш храм весь извинил христос воскресе это было потрясающе совершенно и для меня наступила пасха я в какой-то момент вдруг почувствовала что действительно это единственная правда которая есть жизни а все остальное это временно это пройдет это не имеет ну такого большого значения да это может быть очень больно и трудно и даже страшно и безысходно но вот эта новость что он воскрес а уничтожает все тени вот эти страшные она своим светом все заливает и все эти кошмары и ужастики они просто растворяются в этом свете воскресение христова но правда потом я пришла домой и великий понедельник опять на меня нахлынули мои личные переживания сейчас и чувства и тревоги и тогда я сказала себе ну вот такая следующая мысль пришла теперь ты как фомане верующий который пока что-то не изменится не станет лучше не поверю что ты воскрес ну что ж такое состояние наверное тоже не так уж плохо по крайней мере честно вот знаешь она поскольку у нас нету микрофона ничего и ребенок видит как ты стоишь и снимаешь меня она будет очень активно реагировать поэтому не знаю ну будем все равно говорить но действительно удивительная у нас пасха в этом году трактор идет именно сейчас медленно медленно едет удивительная пасха чудесная и не только сам день пасха все что начинается уже с ходом господнем иерусалиме до момента когда уже все поют христос воскресе был действительно очень интенсивен именно в этом году даже в иерусалиме у нас на самом деле такой вот интенсивной страстной недели не было потому что в этот раз мы были не только как зрители или как люди которые стоят храме смотрят как все остальные все делают буду ходить ты будешь мне снимать а именно как те которые составляют сама церковь потому что надо тут объяснить что она с моими дочерями они поют они пели и вечерние и утренние и литургии юана златоуста и василия великого и естественно чин погребение тоже вот сплощаницы и много-много всего другого а я с другой стороны читал по риме из ветхого завета помог батюшка там в алтаре вот скадила и много всего другого внимательно тоже следил за весь чин так что вот чтение апостола тоже вот на тебе да да это все было на мне так что в этом в этом в этом году действительно даже больше чем в иерусалиме мы все это пережили почувствовали особенно страстной суббота дело в том что иерусалима бывает вот это замечательные обычаи когда благодатный огонь благодатный огонь ну у нас есть много видео про благодатного огня про положительного про отрицательного там но то что действительно отрицательно это что когда стоишь весь день и пытаясь пробиться в храм гроба господня ты пропускаешь вот замечательные еще вечерные литургии василия великого которая совершается на страстную субботу и там если служить ее по полному чину там очень много чтения из исаия из исхода также и песнь моисеева которые мы все это не читали но песнь моисеева как раз мы читали получился диалог я читал стихи а вот то есть сам текст библии а дальше она пела славно бы прославиться то что получилось очень хорошо на мой взгляд и это может быть первый раз когда я так глубоко почувствовал вот эту литургию великой субботы то есть уже было вот предчувствие пасха и это единственный раз когда мы не смотрели ну благодатный огонь сошел в иерусалим или не сошел но мы конечно об потом узнали но даже в instagram мы даже забыли об этом если честно были об этом потому что настолько уже событие другой важности и это несмотря на то что служили мы храмах которые в принципе мы наши общины нанимает иконы как бы иногда очень простые которые приносит в нос они не стоят там все это время конечно не то что сравнить с роскошными храмами которые бывают там в греки и румынии на святой земле в россии и так далее у нас есть постоянные храмы но они в дублине именно туда наши дети и не хотели идти на пасха есть греческий храм где правда служба бывает не 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 все время есть и два очень хороших румынских храмах но как уже она вам объяснила наши дети хотели именно идти на нашу славянскую украинскую службу украинская говорю потому что люди из украины и церковь вот ануфриева но тем не менее служба там вся была по церковно-славянски естественно они там на других языках не служит а как раз в храмах московской патриархии где я читал тексты и ветхого завета и послание там у меня благословение читать на русском чтобы всем было понятно потому что батюшка который служит он считает что надо молиться по-славянски но иногда когда очень длинные тексты из ветхого завета или послание апостола павла предпочитает что я почитал по-русски также и по-английски мы потихонечку отклаиваем службы и вечерние и утренние и литургии и по-славянски и по-английски так что действительно это очень как-то большую благодать на нас в этом году вот интересная мысль тоже это о том что церковь это не только твоя индивидуальная вера твоя индивидуальная вера или твои индивидуальные личные убеждения политические или эстетический вкус то есть это место где соборно то есть все собираются верно такой вопрос иногда бывает у людей но если ты и так верующий а зачем тогда вот эта общинность нужна зачем вот эта драматизация театрализация показуха то есть как люди иногда думают дело в том что это не это это совсем не показуха и в чем-то действительно в церковь есть определенный драматизм священно действие иногда вот как человек который из театра я могу сказать что в чем-то похоже да потому что когда у тебя что-то внутри для того чтобы показать это другим людям обязательно надо это выражать так чтобы всем это было видно и понятно и так далее и вот в церкви это поэтому не только наши личные взгляды это где мы собраны сами друг с другом как мы говорим сами себе и друг другом и весь живот наш то есть мы приносим всю нашу жизнь богу да весь живот наш христу богу предадим весь живот это не только часть нашей жизни или какая-то я не знаю какое-то отделение а все целом и для этого нужно не только личное обращение но также и литургия которая в принципе является общее действие интересно что слово церковь экклезия по и по и по латыни и по гречески идет от название народного собора которое было врана и греческая афинская демократия и это да и литургия общее дело общее дело но если дело общее тогда почему нельзя присваивать вот эта замечательная церковная структура общественными делами там политика тем более если экклезия из начало изначально это собрание людей для афинская государственность для афинского города да вот собрание граждан да почему нельзя это присвоить для националистических целей так далее вот почему потому что церковь это не только человеческое и не должно быть только человеческая структура это богочеловеческое дело а все остальные дела которые у нас есть которые мы причастны и у меня тоже и свои там политические убеждения или свои какие-то симпатии но это все человеческое и как мы читаем в библии всяк человек ложь поэтому нельзя взять временные какие-то ограниченные какие-то взгляды и как-то абсолютизировать их сделать их как будто как бы кумира из них делать поэтому я лично в церковь потому что я считаю что все остальные общественные скажем так организации политические культурные артистические это это все но все врут короче единственный выход от всех этих мировых проблем и от этого тупика который мы находимся тупика тупика простите вот в двадцатом веке с мировыми войнами с катаклизмами с невероятными искушения последние пять лет особенно после и ковида и война украина сейчас война на ближнем востоке все эти война который усиливается единственный выход который я вижу это в наши церкви наши я имею ввиду святая соборная и апостолская церковь где собираются и арабы и некоторые евреи и украинцы и русские и молдавяны и румыны и греки и западные европейские люди из католиков и все которые хотят и в этом господа хотят узнать христа и в этом наша полнота опять трактор едет ну вот друзья с музыкальным сопровождением трактора и с нашей со-ведущей маленькой лидочкой мы все-таки сделали этот выпуск и очень этому рады мы поделились самым сокровенным что у нас было на душе и искренне еще раз всех вас поздравляем с нашей пасхой со светлым воскресением христовым и пусть никто из нас никогда не сомневается в том что христос воскрес воистину воскрес